привет друзья так тут подождем всех еще хотя бы человек 20 до 30 все супер как ваши дела я сейчас нахожусь в городе астана 1 марта я улетаю завтра последний день и послезавтра с утра улетаю в алматы вот сидел что-то стало скучно думаю дай пообщаюсь у меня все хорошо спасибо просто привет привет всем и я стал реже проводить эфиры вместе заметили вот ширин привет поэтому думаю дай пообщаюсь пока есть время есть желание построенел да я похудел я сейчас не ем там мучное не ем мясо не сахара не ем стараюсь во всяком случае прямую сахар и конфеты я не жару там как этот мучной я особенно где есть дрожжи вообще не ем вареники иногда очень редко кушаю мясо ем там раз может быть в месяц там один раз вот но стараюсь тоже не есть даже сегодня супа выковыривал очень сложно найти еду которая полезная оказывается вот и поэтому в ресторан приходится выковыривать это все потому что пищевые привычки остались и вкусового вкуса все равно хочется вот но пришлось отказываться от этого всего потому что хочется как-то увеличить как этот продолжительность своей жизни и качество своей жизни что очень немаловажно да вот потому что лишний вес стал уже мешать ну дышать жить ходить и это очень странная штука потому что пока ты не начинаешь сбрасывать вес ты не понимаешь насколько ты уже омерзителен вот мне казалось что я нормальный но сейчас я похудел на два размер на три размера вот и мне кажется что мне еще надо потому что мне еще корень большой вот и поэтому вот так я меня уже так раз-два это уже третье джинсы которые поменялась за того что на размер худее и сейчас они 3 они тоже уже это мои вторые джинсы за месяц короче на то есть я за месяц прям начал сдуваться вот и и вот так спасибо что заметили мне очень приятно что это видно я недавно давал интервью и я думаю скоро она выйдет еще его сделаю репост в инстаграме отмечу там youtube канал это отделе хай фай кто знает она создала свой youtube канал в не акула пера называется у нее канал в ю тубе пока он не выходит в рекомендациях на думаю что у нее большое будущее поэтому следите за ней смотрите вот я еще наверное где-то с марта с апреля месяца начну брать интервью сам у людей но я хочу туда подбирать людей смешивать между предпринимателями и между духовниками да то есть такое сделать смешение канала смешение аудитории для того чтобы почему потому что духовники не понимают бизнесменов предпринимателей предприниматели не сильно ну как бы понимают мышление вот этих эзотериков духовных я хочу эти аудитории две смешать но у меня есть такая это старая амбиция которой уже лет пять наверное но просто не доходили руки и я думаю что в этом году скорее всего я этим займусь вот единственное есть еще внутренние затыки по поводу гостей потому что мне кажется что знаете как недостаточно я хорош для этого но в общем попробуем провести пару интервью я уже проводил с некрасом там этот и на свой канал но я хочу это делать более стабильно более это для того чтобы это было интересно всем потому что людей которых найти помогающих профессий очень мало и очень большая высокая ответственность того чтобы для того чтобы выбрать гостя потому что его нужно это проверять не в общем больше на интуиции буду как-то их приглашать бесспорно очень важно миллиардер ушел в духовность это потому что он миллиардер понимаете это все доходят в определенный период к этому но можно в к этому прийти в пути и избежать многих траблов со своим здоровьем можно избежать очень много траблов со своим со своей гордыней и очень можно избежать больших проблем с родственниками с друзьями и так далее да то есть и без вот таких дауншифтинг это называется когда человек бросает свой бизнес и уезжает там на гуаи занимается только духовными практиками и все что материально его не интересует можно это делать гармоничным без ведь сейчас у него ничего нет ну и нахрена это тогда ему надо было все то есть очень важно быть гармоничными вот про этот и говорю нельзя ты делать такие перекосы когда ты уходишь только в деньги потом ты уходишь только в духовность поэтому такое очень опасно это занятие потому что духовность заканчивается тогда когда заканчиваются деньги потому что у тебя начинают деньги просить там родителям вдруг надо детям надо друзьям надо там себе надо штаны поменять до на жопе дырка потому что то есть очень важно чтобы был человек гармоничный и сколько я смотрю за наблюдая за предпринимателями никакой нахрен там гармонии нет да то есть есть деньги если необоснованные какие-то амбиции есть денег больше чем ему надо и он только подпитывает свою гордыню не понимает чужим лет ему так тяжело живется многие бывшие бандиты 90-х ушли давно в духовность согласен в мир иной до 99 процентов и таких ушло и и поэтому конечно как там не одухотворишься просто это на самом деле давайте так напишите про себя как вы сами совмещаете духовность зарабатыванием денег где у вас получается лучше в духовности или в деньгах и насколько вы духовные насколько вы богаты да то есть это же тоже большой вопрос чем обсуждать каких-то там непонятных вас петь там без девяностых там мнимых миллиардеров или бывших миллиардеров да то есть очень важно насколько посмотреть насколько вы гармоничны да и мы будем искать но я буду искать со своими гостями это планирую всяком случае не знаю когда это осуществится но пока такая исповедь для вас для моих подписчиков которые вот но за мной сильно следят вот я хочу исследовать вопрос гармонии у духовных людей и хочу пощупать насколько богаты духовные люди и хоть ты хотел бы но чуть-чуть раскрыть этот момент да то есть и хотел бы посмотреть насколько богаты душой богатые люди да то есть вот им это интересно очень во всяком случае меня это вопрос очень сильно интересует почему потому что я часто вижу несоответствие внутреннего с внешним и у тех и у других да и очень и скорее всего это моя шиза в том плане что скорее всего у меня тоже ну у меня тоже скорее всего так да вот и мне кажется что это основной вопрос который вам интересует очень многих люди четко не понимают где заканчиваются деньги где начинаются отношения и наоборот как бы то есть человек деньгами не понимает когда нужно прекращать платить за отношения а человек духовный не понимает когда надо платить за дружбу да то есть но и и это вот вот так короче и у тех и у других перекосы я очень сам долго и давно еще в этот баланс между дружбой деньгами духовностью и стяжательством и я бы хотел поисследовать людей у которой достигли хотя бы в одной из в сторону у которых перекос а может быть и найдем гармоничного код человека который сбалансирован и я недавно посмотрел фильм этого про маргулана не маргулана этот как его мега мега центр смогулова и всем очень сильно рекомендую этот фильм почему потому что настолько чувак вышел уже за в стратосферу да в своем развитии насколько смогулов мудрый талантливый насколько он духовной обогатился меня если честно это очень удивляет сколько он денег вкладывает в развитие города сколько он через какие трудности он прошел с какой улыбкой вот эти вот он это делает я искренне прям действительно восхищаюсь я бы хотел чтобы таких бизнесменов они чтобы стали об этом говорить да то есть чего не делать потому что я знаю крупных предпринимателей которые делают большие благие дела и они молчат почему-то да то есть они об этом не говорят и мое понимание что если ты что-то делаешь лучше скажи что про это люди знали но мне так кажется конечно можно быть скромным но может быть это и ценится но не знаю пишите в комментариях что вы по этому поводу думаете мне очень интересно об этом немножко порассуждать об вас да то есть подумать об вас вот и хотел бы немножко раскрыть более духовный духовных таких людей нам на мой взгляд эту тоже одного нашел в ютубе смотрю и вот у него прям просмотр в ютубе дохера там этот и мне раньше такие люди почему-то не интересовали но сейчас я смотрю но очень многие духовники они почему-то вышли из индии да то есть они едут там в индию там сидят в ашрамах жрут бананы и потом приезжают там капец духовные да вот и все их знания они основаны на каких-то знаниях индусов там старых вот и других знаний как бы как будто в духовности как будто нет да и и очень много последователей именно духовников из индии там садгуру у нас хакимов есть там да то есть на русскоязычной пространстве вот слава богу садгуру стали переводить на русский язык потому что я не сильно владею английским раньше вообще не владел сейчас я где-то 50 процентов речи это понимаю это за полгода я немножко поднатаскался но говорю еще плохо как пятилетний ребенок но в любом случае мама какать я могу сказать вот и мне кажется это достаточно интересные такие вещи которым можно торгакова но это вот они все вот это там психология там какой-то там тысячелетия они все оттуда и мне они очень сильно раньше не нравились и и сейчас я не скажу что я прям с удовольствием слушаю я они с моего поля информационного ушли вот но тут опять и не затесался но он другой не оттуда я показания наблюдаю но говорит какие-то вещи очень прям в точку попадает но тоже с перекусом на вот такие индусскую тему вот это то что меня любые перекосы если честно не очень не нравится вот поэтому вот так и сегодня еще посмотрел очень интересное интервью турлова забейте турлов как этот орда вот тема мне понравилось его мышление он оказался взял друзья kadar казах каластанской гражданца получил он гражданин казахстана стал и это очень и прикольно это и он говорит про будущее казахстана как о будущей швейцарии и все предпосылки сейчас у нас есть то есть очень много что сделано для того чтобы казахстан של новый швейцарий и подобные швейцарии в центральной азии это очень классно потому что касао у нас м c referenced ФО, да, или что там есть в Астане, где работают суды английские, лондонский суд идет, и то есть там можно прятать, не прятать, а там можно быть уверен, что у тебя твой бизнес не отожмут, то есть такая зона, которая, где ты попадаешь под юрисдикцию этого Англии, да, то есть, ну, международную. И очень многие туда, оказывается, наши предприниматели стремятся открыть в МФЦА вот эти центры, там свои предприятия, и оттуда, в общем, и я так понимаю, что он говорит, что мы станем как магнитом для денег, потому что это единственный способ в Центральной Азии сберечь свои активы, да, то есть, чтобы у тебя не забрали, не этот, то есть. Очень признательно, ну, вы можете быть признательны, у каждого же свои эти проводники, и для меня они немножко замудрены, один замудренный, второй слишком слащавый, и под мой темперамент прошлый они не подходили, и сейчас я как-то их, в мой ум они как-то тяжело проникают. Турлов, это же Freedom Finance, вы не знаете, кто такой Турлов? Вот, Турлов Орда Интервью, вот. А название видео там, как это, русский норм, казахи огонь, и, ну, забейте, я думаю, выйдет. Вот, поэтому, очень интересное содержательное интервью, это вот два, это, и я еще смотрел интервью Алишера Ильикбаева, вот, буквально 2-3 дня тоже оно вышло, он свежее, посмотрите в Ютубе, тоже, где он с женой, очень достаточно интересное интервью, очень интересные мысли несут. Вот, поэтому, вот, что еще происходит у меня, что еще я смотрел такого интересного? Ну, Дудя, естественно, и последнее интервью тоже смотрел с этим, с юристом, очень такое, ну, интересное. Вот, ну, все вроде, в принципе, вроде все, да, то есть, у вас как дела, теперь рассказывайте. Еще мне стало интересно предпринимателям вообще в целом, потому что мне стало интересно, очень сильно стала интересна психология предпринимателя. Я бы их тоже поковырял, посмотрел, насколько они, ну, за счет чего они такие смелые, да, потому что некоторые предприниматели, они, ну, меня очень сильно удивляют своими поступками. Джекишева Гордону вы смотрели? Точно, конечно, смотрел. Вот, Джекишев достаточно умный товарищ, мне он все больше и больше нравится, это мой, ну, такой способ. становится тоже кумир, за которым я слежу. И по поводу того, что атомные электростанции нужны Казахстану, я с ним, в принципе, согласен. Знаете почему? Когда я посмотрел карту атомных электростанций мира, забейте в гугле, посмотрите, в охрене эти, все большие экономики мира, ключевые, они имеют кучу атомных электростанций. Европа вся утыкана просто ими. Нью-Йорк, с этой стороны Америка вся утыкана. То есть все большие экономики пользуются атомом. И я так понимаю, что атом бывает достаточно безопасный, потому что мы имеем экологические риски, но не имеем атома. То есть мы его добываем, у нас его складируют эти атомные отходы, на какой хрен они нам сдались тут, мы бы могли сами производить энергию и здесь складировать свои отходы у себя и не забирать их из Европы, тащить сюда. Но они молодцы, конечно, травят нашу и как бы необъятную. И высвобождают свою, и имеют энергию, и имеют экономику, а мы не имеем только риски, связанные с экологией. То есть Джакишев достаточно грамотно, умный человек, за которым я слежу. Вот. Что-то мы в экономику, политику. Ну, в принципе, у меня вот вся эта неделя, если честно, я вот смотрел вот эту вот всю экономику, предпринимателей, вот что-то меня туда уносит. Вот. И я заметил, что вот эти те же самые эмоциональные блоки, они очень сильно мешают предпринимателям зарабатывать деньги, да, то есть они упираются в невидимые потолки и не могут его пробить. И у них начинается колбасня, да, там, то есть то они начинают сливать деньги, то они начинают из-за депрессии бухать и не обращать внимания. Один, он сейчас лежит в больнице, тот знакомый у меня, вот, и ему говорят, полежи, он, блядь, ему делают операцию, он чуть швы не заросли, бежит на работу, у него все лопается заново, опять ложится. Ну, короче, сиди, я сам открою, да, и ему кажется, что это все развалится, но, ну, нужно остановиться, нужно научиться делегировать, да, то есть ему вселенная говорит, остановись, научись делегировать, вот, иначе сдохнешь. Он говорит, я, блядь, лучше сдохну, хорошо, но на работе, да. То есть это вот, это вот по поводу гармонии между, это по поводу гармонии между духовностью и материальным стяжательством, да, то есть очень важно, потому что между, вот, если ты уходишь сильно в духовность, там, в тело, там, и так далее, у тебя жопа на улице, да, находится, то есть квартиры нету, машины нету, еще какая-нибудь фигня. Если ты чересчур в деньги уходишь, у тебя нету здоровья, у тебя уже не стоит, у тебя уже, там, ты алкаш, блядь, ну, тебе надо пахать, да, то есть и вот эти перекосы, я бы хотел обратить на них внимание и поговорить с теми людьми, которые уже в это попали, а и хотел бы поговорить с людьми, которые, ну, как бы, в другой, и хотел бы поговорить с людьми, которые уже нашли определенный баланс, типа Смогулова, да, вот, потому что чувак, капец, вот я на него смотрю, он очень уравновешенный, очень сбалансированный, во всяком случае, по интервью, по видео, он, от него прям свет идет, он прям счастливый. По поводу цены за прием у меня, вы напишите мне в директ, я вам отвечу, я не хочу фиксировать цену, потому что периодически я цены поднимаю, вот, и чтобы не было потом, там, через пять лет, чтобы не сказали, а у вас здесь вот, где говорили, что столько стоит, поэтому лучше напишите в директ, и я вам там как-то озвучу. Так что, и вам спасибо. Это вот мои мысли такие, по поводу всего этого. В Астане очень холодно, если честно, я хотел бы, хотел прогуляться, короче, ветер, ну, вот, нереально просто. Вот. А Тарсунове, ну, мне не нравится, не знаю, я его не слушал часто, мне Хакимов больше нравится, чем Тарсунов, но Хакимов чересчур, у него слишком длинные логические, каких, цепи для современного мира, потому что мы такими длинными цепями уже практически не мыслим, и мне очень сложно его понимать. Сейчас много информации, как работать с психикой, раньше сбухивались от изобилия денег. И сейчас сбухиваются от изобилия денег, очень многие спиваются, очень многие приходят к хроническим депрессиям, они ничего не хотят, ничего не видят, они боятся отпустить свой бизнес, люди боятся потерять, люди боятся, что их обманут, люди боятся не работать, да, то есть, потому что это все мотивация от, то есть, они бегут от нищеты, и вот это мотивация от страха, который... Фильм называется «На драйве», премьера «На драйве», короче, ну... Вот, и... Такие, в общем, вот дела. С Магулова, посмотрите, он вот этот музей строит за свой счет, да, то есть, он выставляет мировые картины в Алматинский музей, который он строит на Аль-Фарабе мира, да, по-моему... Вот, и будет офигенный музей, который... Многие говорят, кто посмел такой музей построить, вы просто... То есть, человек за свои деньги строит в городе музей искусства мирового уровня, и еще там как-то, ну, не знаю, короче, чем ладно. И он, он оказывается коллекционер, и он скупает картины, и вот начинает этот... Скоро мы будем туда ходить. Все Алматы, я думаю, не только Алматы, это привлечет очень большое количество туристов Алматы. Это не понравится жителям Алматы, потому что всегда кажется, что она лопнет, эта Алмата, но на самом деле, кроме того, что арендное жилье опять поднимется по-другому, и станет больше пробок, и все. А так будет все то же самое. Но, я думаю, что... И он покупает французские картины какие-то там... То есть, он прям оказывается капец искусствовед, он прям разбирается в живописи, и, в общем, передает этот музей, я так понимаю, что... либо по наследству, но в любом случае это будет общественный музей с доступом. Он хочет остаться в истории, это не эгоизм. А насколько эгоизм считать человека, который делает что-то для города эгоистом, да? То есть, он делает что-то для вас, для нас, для всех, и считать, что это он делает не для нас, а для себя. Какая разница, какой его внутренний мотив, если все мы от этого выиграем, да? И, то есть, вместо того, чтобы там... Спасибо вам большое, то есть, ну, мы как-то ищем там какой-то подвох. Это такая Совет Юнион проблема, что мы ищем везде вот какую-то чревоточину. Вместо благодарности за то, что он делает. Это же круто, на самом деле. Вот, ну, в общем, посмотрите, всем рекомендую, на драйве 30 лет, фильм про Самоголова. Вот, поэтому очень мне понравился, и я надеюсь, что, ну, когда-нибудь я с ним хотя бы познакомлюсь и поздороваюсь, как-то пообщаемся. Вот, потому что очень позитивный, очень такой прикольный чувак. Мне прям зашел он. Вот честно, и у него вот чего-чего, а гордыни у него очень мало, да? То есть, я его смотрю, он отдает доли там своим управляющим, он там, ну, в общем, красавчик. Раньше богатые люди все такие были. Вы извините, это сейчас исторически первое поколение бизнесменов, которые сейчас стали… То есть, он в первом поколении богатый. Это же не было так, что вот это, там, он уже третье или пятое поколение, которые хорошо живут, и он этим занялся. Он за одну жизнь это успел, да? Это же восхищает просто. Может быть, мы с вами уже настолько не разбогатеем, но наши дети или внуки, дай бог, разбогатеют, да? Но это он за одну жизнь столько заработал, и через какие проблемы он прошел, вы посмотрите просто фильм. Вот, поэтому вот так, и сейчас мы же исторически тоже впервые подходим к моменту, вот скоро вот еще чуть-чуть, там, лет десять, когда будет передача прав собственности на большие активы. Когда люди, миллиардеры, там, я не знаю, там, олигархи наши, да, там, бизнесмены, которые будут передавать своим детям, там, там, сто миллионов, миллиард долларов, там, еще сколько-то активов, да, это будет происходить впервые. Это, на самом деле, большая проблема, которая, она уже существует, и которой не все готовы, и будут большие проблемы у людей при передаче. Я надеюсь, что многие наши соотечественники, они, ну, об этом как-то думают, ну, так или иначе. То есть это нужно прям, потому что если к этому подойти неграмотно, то можно потерять, ну, то есть вот это может все развалиться. Но людям, у которых немного активов, в принципе, помер, отдал квартиру детям, все, с тебя, все, и в край-то машина останется, да, но это не такие большие проблемы. И то, сколько срачей, и там, из-за машины, и кому он достанется, из-за квартиры одной, там, начинают дербанить, да. А представьте, когда денег много, и сколько там заинтересованных лиц, которые начнут рвать сначала родня между собой, потом управляющие между собой начнут вырывать кусками, да. Партнеры начнут поглощать, то есть это же, ну, большие-большие проблемы. Вот, и я думаю, что 5-10 лет, и мы скоро, ну, вот это начнется, да, как домино, начнет все отстреливать, все начнет летать. Интересно, почему у богатых людей дети иногда не могут приумножать, потому что это иная совершенно культура и подход к воспитанию. То есть, одно дело, когда ты воспитываешь человека в нужде, и ему постоянно что-то нужно. И другое дело, что очень важно, как это, спроектировать ребенку жизнь на то, что ты все, миллиардер сразу или миллионер. Это совершенно разные подходы к воспитанию. Почему? Потому что, представьте, вот, допустим, ну, вот простые люди, которые сидят на зарплате, да, или там зарабатывают там тысячу долларов, две тысячи долларов в месяц, да, на семью. И они воспитывают ребенка, и он может заняться чем угодно. Почему? Потому что чем бы он не занялся, он будет больше, чем родители, да, там, больше, чем миллион, там, два, три, пять миллионов будут зарабатывать, допустим, в тенге я сейчас говорю, да. И представьте человека, у которого наследство, там, допустим, сто миллионов сразу, то есть он родился, и у него есть сто миллионов долларов, да. И все, что будет, чем бы он ни занимался, вся его деятельность, которая будет весить меньше ста миллионов долларов, будет какой-то херней, она будет ему неинтересна. То есть его это не будет мотивировать. А для того, чтобы он понял вот этот вкус и перец жизни, он должен это, любой его проект должен стоить минимум, как, ну, половину от того, что он имеет. То есть хотя бы пятьдесят миллионов, там, или сто миллионов, а лучше двести, да, тогда он рискует всем, и он почувствует скупку жизни. Но он может же проебать, и поэтому в этом тоже есть страх. Зачем мне рисковать, когда я могу не рискуя прожить еще там сто лет, да. Вот, и таким детям очень сложно, на самом деле. Это кажется так, что, что, унаследовал деньги, ляг, полежи, кайфуй, но это капец какая, знаете, насколько нужно быть мудрым, насколько нужно быть, то есть это кажется, что богатым легко, ни хрена им не легко, да, то есть намного проблем сильно больше. Точно так же, как и животные, скажем, в зоопарке, им можно жить самостоятельно на воле. Та же и дети миллионеры не обладают, обладают, обладают навыками, инстинктами обладают. Единственное, у них масштабность должна быть больше. И очень важно их учить вот так вот, возьми вот это, возьми вот еще, возьми вот это, давай еще какой-то бизнес, еще возьми, в управление, в управление, в управление его нагружать. И потихоньку, потихоньку выводить его на новые, новые цели. И это нормально. И об этом должен думать и сам ребенок, видите, должно сойтись. То есть родитель должен об этом задуматься и дать возможность. А ребенок должен это подхватить. Но не каждый может подхватить. Поэтому нужно найти того, как бы наследие, которым может это взять и понести. Вот. Поэтому вот так. Я не знаю, вам такие вопросы интересны. Насколько вам интересно, вы там напишите, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы я понимал. Подскажите, пожалуйста, куча проблем, вроде одну решу. Короче, когда ты решаешь одну проблему, появляется вторая, и как снежная кома не накатывается, накатывается. Ты капец как долго транслируешь вселенной, что ты капец нуждаешься в том, чтобы ты была нужна. Или был нужен, да. И на тебя будет скатываться, и ты будешь, я так работаю, я столько решаю. Это, знаешь, это потребность во внимании, и поэтому эти проблемы заканчиваться не будут, пока ты не перестроишь свое мышление. Родиться в богатой семье тоже своего рода испытание. Это еще какое охрененное испытание, и я не знаю, где проще, если честно. Да, конечно, слушаю вас с интересом. Спасибо. То есть непонятно, вот, где легче, без денег или с деньгами, да, откуда проще, либо вверх расти, либо вниз падать, да, то есть, ну, потому что там уже тоже свои пределы. И мир, оказывается, не настолько дорог, как нам кажется, в том плане, что, я вот и Маргулана недавно слушал, он говорил, что больше 300 миллионов долларов, ну, как бы, и не нужно денег, да, то есть, он говорит, я пробовал тратить, и, короче, ну, он там даже, сколько, он, по-моему, даже 100 миллионов не дошел. Вот, поэтому, поэтому очень важно, ну, вот, и эти люди, они в любом случае не очень интересно воспитывают детей, они очень интересно, как бы, это в любом случае сразу хорошее образование, и очень многое дает воспитание в семье, то, как отец и мать ведут себя дома, то, что они ему позволяют. И это, на самом деле, это, в этом находят баланс очень, очень мало какие люди, и там еще очень такие интересные тенденции получаются, у них, ну, короче, ладно, у них, так, у меня такой ситуации, только у меня много денег, то вообще нету, так продолжается в течение пяти лет, то много денег, то нету, это тогда, когда ты не достоин денег, то есть ты, вот, допустим, живешь, работаешь, работаешь, не зарабатываешь, потом херакс начал зарабатывать, там, 100 миллионов, да, потом херакс, там, два года не зарабатываешь, там, или херакс, ты банкротишься, да, и в этом и есть весь прикол, и суть этого вообще всей жизни в том, что, как только тебе дают деньги, ты должен принять их, но из-за того, что психика начинает троить, ты начинаешь падать вниз. И пока ты не примешь ту сумму, до которой ты прыгаешь, ничего в той жизни, ну, то есть, ты не сможешь укрепиться на той планке, в которой находишься. Поэтому таким людям я прям рекомендую, чтобы, чтобы, когда ты подпрыгнешь до той суммы, которую ты не можешь перенести, вот, вот на этой гребне волны, возьми у меня, там, коуч-сессии, там, штук 10, и мы тебя выведем из этого кризиса, и не будет вот этого спада, а будет, наоборот, подъем. То есть, ты удержишься и пойдешь вверх. Это я тысячу раз делал, и очень могу, и с маленькими суммами могу работать, и с большими суммами, поэтому, сколько бы ты не зарабатывал, как только ты на подъеме, приди, и мы, возьми 10 коуч-сессий, и все. Ну, мы там и терапию сделаем, и коуч-сессию, то есть, все вместе будет это. Как быть, дочь систематически не ночует дома, трубку не берет. Сколько дочери лет сначала? Скажите, рассказывайте, о чем интересно, про воспитание в обеспеченных семьях. Про воспитание в обеспеченных семьях есть две проблемы, когда ребенка балуют, и у него эго. Это первое. Второе. Второе. Вторая проблема начинает слишком жестко его, да, то есть, его прям начинают в черном теле держать, обделять, и цинично отец летит, допустим, бизнес-классом, а сын летит там в экономе, да, или вообще нахуй на поезде едет, да. Это не очень такое хорошо. Вот, поэтому, а есть наоборот, там ему там Бентли покупают, ему там в Риксосах он живет, да, то есть, денег немеренно карманные расходы дают, в ВУЗы лучше он там бухает наркомане, да, то есть, очень важно найти, короче, вот так я вам скажу, нельзя давать денег больше, чем твоя психика выдержит. То есть, ребенку, да, ну и взрослому человеку нельзя, потому что ты начинаешь, ну, как бы, ты плывешь, короче, да, ты думаешь, что ты бог там вселенной, всея вселенной, и тебя начинают трясти. Вот, поэтому, очень важно найти ту психологическую норму у ребенка, в деньгах, которую ты не будешь превышать. Обычно это та сумма, которую студент средний тратит, ну, там, ну, дай чуть больше, да, не будь циником. Пусть курит Мальборо, а не приму, да, или там парламент, да, вот. Вот, и дать чуть-чуть больше того, что тратит среднестатистический студент, можно чуть-чуть даже меньше, да, то есть, но хвалить за его успехи, там, в учебе, там, в спорте, еще где-то. И тогда ребенок будет понимать, что он, как бы, что что-то нужно сделать, чтобы заслужить это. Потом, когда подростковый период, когда он заканчивает вуз, начнется другая проблема, то есть, ему нужно отдавать в управление, там, какой-то бизнес, или, там, помочь ему со стартапом, и посмотреть, как он сам этот крест несет. То есть, не надо сразу его взять и пихать его в свой бизнес, там, многие начинают, там, в отдел маркетинга, в отдел туда, блядь, этого сына начинают бедного туда-сюда пихать, и везде он должен, он будет под тенью отца, да, блядь, в комплексах весь, ну, нахрена. Дайте ему денег, пусть он немножко после универа позанимается, там, собственным бизнесом, откроет, там, то есть, потыкается, помыкается, потому что, если он будет внутри бизнеса отца постоянно, это я сейчас свою гипотезу говорю, я не знаю, так надо или нет, но он будет биться в тень своего отца и всегда будет в комплексах. То есть, человеку нужно дать свободу для того, чтобы он раскрыл свой потенциал душевный и интеллектуальный, и поверил в себя, то есть, у мальчика должна быть, появиться инициация, инициация не проходит под отцом, инициация проходит в шторм, и когда ребенок остался один, и это он должен, вы должны, ну, как бы дать ему возможность выжить в море, в океане, вот этом, вот, в бизнесе, в бизнесе, в бизнесе, денег, вот, и после того, как он встанет на ноги, после того, как он достигнет первых успехов, и вы почувствуете, что да, он может, что он сепарировался от мнения отца, как только он этот, вы можете ему сказать, чем бы ты хотел заняться, и в этот момент уже, в принципе, ему можно помогать. Он скажет, что у меня есть такие партнеры, вы можете помочь ему партнерам, там, партнерами, деньгами уже где-то этот, и сделать уже более большой бизнес в его рамках, то есть, не нужно сразу, там, чтобы ему башню срывало, да, то есть, и потихоньку вы его раз расширили, потом чуть еще подкинули, еще расширили, но, видите, очень важно, очень, это если вы готовите наследника, сейчас я вам говорю, да, но если вы готовите счастливого, как бы, ребенка, счастливого человека, немножко стратегия иная, потому что вы можете сказать, ты можешь быть тем угодно и заниматься чем угодно, хочешь, там, рисуй, хочешь, пой, да, и вы все, свои ресурсы, вот таким творческим людям, нужно, там, в рекламу, там, еще где-то помочь, кружок какой-то оплатить, тренинг оплатить, то есть, нужно прямо в него выливать и в какой-то момент вложиться, вы можете в своими деньгами, ресурсами, активами, в его продвижение, да, вот, а может быть, он будет айтишник, там, программист какой-то, которому нахрен это управление, ничего не надо, да, то есть, и из каждого человека, из каждого ребенка, там, у вас двое, трое, там, пятеро, десять у вас, там, детей, вы ищете из них, делайте то, куда им легче, и самому амбициозному человеку вы начинаете в него потихоньку, потихоньку, потому что творческий человек, он не хочет управлять никем, только амбициозный человек, немножко суизвленный, с суизвленным эгом и так далее, то есть, в достигаторстве он может. И очень важно научить ребенка, почему я говорю, чтобы он развивался вне бизнеса, там, семейного, чтобы, потому что, когда большие корпорации, тогда у всех нахрен детей ощущение, что семейный бизнес, это, не общее какое-то что-то, а это, как будто, как государство, да, то есть, и ты, как часть этого, там, гражданина этого государства, хочешь сделать так, чтобы, как бы, отнять деньги у своего, как бы, из семейного бизнеса, вытащить деньги на себя, да, и очень часто у таких людей, у них, все их идеи жизнятся на том, чтобы сделать менее богатым свою семью, как бы это парадоксально сейчас не звучало, это очень странная такая штука, потому что они открывают не бизнес, а открывают, блядь, обнальные конторы какие-то непонятные, потому что ничего ценного там практически нету, да, и они думают все, как холдинг, этот, как бы, как холдинг обмануть, вот, и поэтому нужно найти амбициозного, как бы, этого наследника и его потихоньку сознание расширять. Творческим же детям нужно сказать, ты можешь быть кем угодно и нельзя настаивать на том, ты будешь врачом, а ты будешь, там, инженером, а ты будешь бизнесменом, то есть не должна спускаться сверху вниз директива на детей, тем бы он там хотел бы стать, потому что у людей, у которых нету, ну, то есть, которые не сильно, ну, не мега богатые, там, или этот, им не обязательно, если честно, перенимать профессию отца, они могут тоже быть кем угодно, да, и они свободны, потому что отчасти родителям нечем помочь, и такие люди, единственное, в чем они ограничены, они ограничены в ресурсах финансовых в плане образования, у них образование чаще хуже, чем у тех, кто, ну, уже богатые, да, но есть середняшки, которые все свои деньги, которые зарабатывают, они продают квартиры и дают лучшее образование детям, и такие дети стреляют, потому что они видели те усилия, которые вложил в них родитель, и любой ребенок, человек, он хочет, как бы показать, что это было не зря, да, то есть, вот, поэтому вот так, то есть, богатые люди имеют возможность выбирать, дети, в смысле, да, выбирать профессии любые, это офигенно круто, и это вот такая роскошь не у всех, вот, а люди не сильно зажиточные, они, в принципе, как бы ограничены только в ресурсах, в образовании, и могут тоже выбирать любую профессию, но помните, как у Высоцкого, мой путь один, мой путь один, ребята, мне выбора, по счастью, не дано, на самом деле, это кажется, когда весь мир у твоих ног, будь кем хочешь, да, что это легко, это на самом деле нелегко, потому что поверить в свой талант очень сложно, одно дело, мотивация от, когда ты от нищеты бежишь и зарабатываешь, и становишься кем получилось, да, и другое дело, когда ты изначально можешь выбрать любую профессию, любую, любой, любой вид деятельности, да, и ты можешь зайти прямо в этот рынок с достаточно высокими ресурсами, очень сложно выбрать, вот, честно, прям, очень тяжело, почему, потому что это уже уровень ценностей и миссии, а ценность и миссии, это категории высокого порядка, до которых многие вообще в течение жизни не доходят даже, да, то есть, я сейчас только вышел на уровень мышления, там, миссии или, там, ценностей своих начал в этом ковыряться, но я, насколько понимаю, 80% людей, вот, даже к концу своей жизни не понимают, какая, какова была цель из жизни, какова была миссия, каковы были ценности, которые он нес, пронес сквозь свою жизнь, да, вот, поэтому быть на более высоком уровне развития всегда сложнее, чем быть ниже, но здесь вверху, в верхних уровнях болит душа и болит ум, а в нижних уровнях болит тело от недоедания, от стеснения, там, в материальных ресурсах каких-то, от неудобств в тех, в благах, которые они живут, да, и поэтому и там, и там есть свои трудности, но, когда ты привыкаешь жить, вот, из этих ценностей, из верхних, то, мне кажется, человеку, который научился учиться и который вышел на вот эти, на верхние логические уровни, они более счастливы, чем те, которые внизу, вот, потому что ты можешь быть очень богатым и жить на, на сильно низких, ну, как бы, логических уровнях, и таких бизнесменов тоже сейчас очень много, мы наблюдаем, да, и это люди с деньгами и нету здоровья, это люди с деньгами и нету счастья, или нету семьи, люди с деньгами, но деньги неэтичные, да, то есть это вот, вот, вот про это все, это люди, у которых, ну, немножко занижены ценности и логические уровни, но людям, как сказать, знаете, это можно сейчас подумать, опять же, пофилософствовать, но мне кажется, когда ты без денег и думать о логических верхних уровнях или о высоких вот этих вот ценностях и так далее, немножко рановато, потому что есть период, когда ты должен заработать, и когда ты заработаешь, тогда ты выйдешь автоматически на эти уровни, с другой стороны, с верхними логическими уровнями сильно проще заработать деньги, чем, ну, с нижними, то есть очень важно мышление вот это. Не планируете тренинг в Уральске? Я пока вообще нигде тренинг не планирую, я провожу сейчас пока мастер-классы, почему? Потому что наполнение тренинга сейчас меняется у меня, и я вот сейчас это осмысливаю все больше и больше, какую информацию выдавать, и даже сейчас то, что я даю, я никогда не давал этого ни на одном тренинге. Вот, поэтому... Вот, и... Сложно голодным думать не о еде. Вы знаете, у меня была ситуация, когда мне реально нечего было жрать, не мне, а моей семье не было жрать, да, когда ты один голодный, это легко, да, пошел к другу поел, там, к родственникам поел, но ты не можешь привезти всю семью, пойдем накормите нас, пожалуйста, да, и... И... Чтобы вы понимали, насколько это было тяжело, тогда в школе просили 3 тысячи тенге сдать на штору, у меня просто истерика была, потому что я не... Это был мой недельный бюджет еды, да, или там... И... И меня это очень сильно выбешивало, я не мог, я думал, где только, где взять деньги, я не знал, где. И в какой-то момент у меня в Фейсбуке всплыла фраза Оша, и там была написана та, там была такая картинка, с птичкой на веточке сидит она, да, и там было снизу написано, что птица, когда просыпается, она сразу поет, она не думает, что она будет есть, то есть она уверена, что деньги есть всегда, то есть, что она, еда по-любому будет. И поэтому на Фотидейс Манни Квест у меня на марафоне с утра все люди танцуют 10 минут, да, то есть... Потому что это задает темп, ты начинаешь... Потому что мы просыпаемся в основном с мыслями о деньгах, что делать, и чтобы мозг выгрузить, нужно потанцевать с утра 5 минут хотя бы. И это на самом деле очень-очень хорошо. Понятно, да? Вот, и так можно думать, ну, так можно фокус сместить с зарабатывания денег и высвободить ум. Помимо серотонина, кислорода там в мозг поступает, вот эти гормонального фона, то есть появляется настроение, ощущение счастья, и к таким людям деньги тянутся сами, как магнит. К унылым дерьмоедам деньги не тянутся сегодня, деньги сегодня выбирают позитивных людей, если честно, в основном. Если мы не говорим про коррупционеров и так далее, да, то есть мы говорим сейчас о нормальном честном бизнесе и о честных деньгах, то есть деньги липнут только к людям, которые в ресурсе, к тем людям, которые в настроении, и те люди, которые позитивные. Точно, музон врубил, пока до работы едешь, машине настроение офигенное, вот. А еще поешь ты там и так далее, то есть день начинается, играет совершенно иными красками, и это на самом деле очень хорошо. Сюцай, что думаете? Я про Сюцай ничего не думаю, это обычная нумерология, я не знаю, они назвали типа наука, ну, короче. Я астрологию, нумерологию проходил в школе еще там в 10-11 класс, 2 года. У нас, это представьте, 94-93 год. У нас была преподавательница, которая вела астрологию в неклассные уроки с нумерологией, и мы рисовали дома, тогда не было компьютеров, мы это рисовали на вармане, и все. Очень были интересные уроки. И самый противный учитель в школе ввел такие интересные предметы, и еще с того времени я к этому утратил интерес, потому что я в это верю, в цифры и в этот, но мне кажется, что действие больше приводит к результату, чем рассуждение о том, что тебе дано. Потому что, когда ты живешь по наитию, когда ты живешь по интуиции, когда ты живешь от чистого сердца с открытой душой и сознанием, то ты, тебя Господь ведет по твоей дороге, и тебе не надо будет ничего считать. Считают те, кто сомневается, понимаете? Поэтому лучше открыть энергоцентры, лучше открыть свою душу, ум, сознание, довериться Богу, и тебе не нужно будет никого считать, ничего считать. Ты будешь просто идти своей дорогой, и любой человек, который идет собственной дорогой, она у него открывается легко. Там, где возникают трудности, скорее всего, это не твоя дорога. Вот, поэтому даже вот энергия цифр, вот говорит, работает. Вот мне одна сюциалистка тоже сказала, у вас на пластиковой карте должны быть вот такие цифры. Там, типа, подгадай, там, что-то посиди. Я пошел в аппарат, мне этого не надо, я как бы этот, я и так не заморачиваюсь, да, там, что-то под специально цифрки подгонять. Хотя номер я себе купил, да, этот, от телефона. И я пошел, сделал себе карту в этом аппарате в Каспии, и те цифры, которые она говорила, они у меня в карте есть. То есть они сами. Я ничего не подгонял. Вот, поэтому деньги считать надо. Все, что ты веришь, все работает. На самом деле все работает. Но очень часто вот эти фанаты, там, любой техники, даже, ну, перекладывают ответственность себя на кого-то другого. Человек, к сожалению, к этому склонен. Человек склонен к тому, чтобы переложить ответственность. И будет, ну, это будет бабка-гадалка, это буду я, допустим, Сюцай, там, Аксесс Барс, по-моему, есть, да, это хилинг, коучинг, коуч, на коуче, правда, не сильно получится, психолог, там, да, то есть, ну, хотя получается у многих. Ответственность можно переложить на низ за свою судьбу, и, короче, дальше сидеть унылой задницей и ничего не делать. И это на самом деле очень хреново. На цифры переложить, эти родологи переводят народ свой, да, там, в какую-то вину. Но на самом деле откройте сердце и свое сознание, доверьтесь Богу, доверьтесь Вселенной, и вам все дадут. И все. Нужна тупая уверенность, что вас берегут. Сейчас еще свои проблемы в предках, да, да, да. Какая разница между коучем и психологом, по вашему мнению? Не по моему мнению, по моему мнению, есть четкое определение и психолога, и, как бы, коуча. Основная, основная разница в том, что психолог ковыряет прошлые травмы и мало ковыряет, то есть, формирует, мало формирует будущее. Он ковыряет прошлое, редактируя настоящее, и потом запускает человек, человек формирует новое. Короче, когда вы меняете прошлое, вы меняете свое будущее. Короче, коучинг, он меняет твое мышление, не прорабатывая психологических какие-то травм, но коуч переводит твое, все внимание твоего ума не на прошлые обиды, а на будущие достижения. Вот вся разница. Верующих в исламе наглые очень не все, но многие, потому что не верят, потому что верят, что кто-то их защищает за их молитвы. Ну, молитвы тоже очень такой интересный инструмент для перекладывания ответственности себя на Бога, потому что в любом случае очень важно действовать. Вот, и поэтому просто молиться и ничего не делать, ничего не будет. Единственное, ты проведешь больше времени с Господом Богом правдой. Надо быть наглым, то есть уверенным. Ну, это знаете, наглым и уверенным, это твердость, не тупость, да, то есть, ну, из той серии. Сегодня заметила сходство. А, про цифры, пи-на-да. Вот, поэтому, вот так. В любом случае, действие. Действие приводит результат к результату, бездействие приводит к нерезультату. Вот и все. Так что, вот так, не нужно ни на кого перекладывать ответственность, а нужно делать. Интересно с вами, как часто у вас эфиры есть. Сейчас пока редко, да. Отличный выглядят, и не сглазить, быть, фу-фу-фу. Да, да, я этот сейчас занимаюсь собой, и на это трачу и деньги, и время свое. И спасибо, что вы замечаете, потому что я сам это стал замечать, на самом деле, по футболкам и по штанам. Футболки стало, вы видите, можно вот, скоро можно будет заправиться. Раньше пузо вот такое было. Я покупал сумки и думал, почему такой ремешок маленький? Я никогда не думал, что у меня пузо большое. Мне казалось, что я окей. Оказывается, не окей был. Мне 45 в этом году будет. А что значит, если многое знаешь, но ничего не делаешь? Это, знаете, знание признак дорога. Знаю, но ничего не делаю. Вот что это значит. Как правильно вести диалог со Вселенной? Со Вселенной нужно действовать. Ну, ты говоришь, я хочу вот это, и пошел, взял, все. Про энерготерапевта расскажите, please. Про энерготерапевтов, они, многие энергопрактики работают за счет энергии своего рода. Некоторые работают за счет энергии, там, допустим, рейки, тета-хилинга, аксесс-барса, космоэнергетики. Там, еще каких-то других, там, техник, там, при помощи эгрегоров богов, там, я не знаю, эгрегоров религий, там, вот. И это вот энергопрактики, энерготерапевты, да, то есть, прям работают, очень хорошо работают. Я тоже до сеанса думал, что у вас, что супер окей, но в первый же вечер осознала, что надо что-то делать. Конечно, а бывает, что тебя не любят, мировоззнание. Мировоззнание, и тебя не любит тогда, когда ты сама себя не любишь. И не бог тебя карает, а ты сам себя караешь. В октаву, когда приеду, я не знаю. То есть, знаете, есть вот тренинги такие, они делают для больших компаний, корпораций, командообразующие, да, и там, и есть такое очень интересное упражнение, не упражнение, а вопрос, который задает тренер, когда заканчивается упражнение. Любое упражнение, и бывает сложное упражнение, и команда не может договориться, и они решили тренера, допустим, ну, как бы обмануть. И они говорят, мы закончили, у нас получилось, но ты не можешь перепроверить, потому что ты не наблюдал, да, то есть, ты один, а там команда, допустим, пять. И проследить ты не можешь. И они говорят, мы закончили, и ты говоришь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, положите руки себе на душу и на сердце, посмотрите, все ли вы правильно сделали, насколько вы были честны в выполнении этого задания. 10 из 10 переделывают задания, понимаете? Я вас приглашал в Актау, мы можем осудить, вас многие ждут. Вы напишите, пожалуйста, в директ, и мы где-то, ну, где-то я подберу. Я сейчас только начинаю себя приходить, если честно, я в Актау хочу, я люблю Актау, я люблю этот ресторан Айдын, мне очень нравится Берш, я очень люблю Кефаль, короче, и я прям, вот ты не поверишь, я прям хочу в Актау, я бы, короче, приехал. Вот, я смотрел ваши трансляции по Ютубе, видела, как люди плакали, матерились, и я понимаю то, что это тяжело. Но, теперь вопрос в другом, после сеанса результат какой, если считать по 100% на шкале? У всех результаты разные. Понимаете, вы же не хлеб покупаете, вот за сеанс, да, то есть, в любом случае ты получишь тот результат, за который ты заплатил. И даже если он будет маленький результат, это тот результат, который тебе нужен, и он твой. Да, и кому-то нужен результат задорого, понимаете, ты можешь получить результат, пойти там на сессию, заплатить за кофе там с начинающим коучем, и он тебе скажет, но ты не услышишь. А ты можешь прийти ко мне задорого, я тебе скажу, и ты поймешь. Потому что деньги, это сама по себе сумма, это тоже терапия, да. И, если честно, то богатые, если честно, платят меньше, чем платят бедные, в смысле, ну, не обеспеченные, в плане пропорций. То есть, кому-то это очень дорого, а кому-то, ну, как бы недорого, и поэтому деньги терапия. И иногда для очень богатых людей, которым нужно этот, поэтому, знаете, в Москве есть психолог такой на Рублевке, он берет 10% от годового оборота компании. Понимаете, какие бабки? То есть, он не ставит там какой-то тариф, он говорит, 10%, ты приносишь ему бухгалтерский отчет, его финансисты смотрят, говорят, он должен заплатить столько, и он берет за один сеанс, блядь, 10% от оборота компании твоей. И живет на Рублевке. Я бы тоже на тюньковке жил, если бы за столько брал бы. Я надеюсь, к этому когда-нибудь дойду. Я опустошлась и делаю, нет результата. Когда человек, Курпатов, ну, может быть, да. Ну, конечно, задорого ты будешь внимательнее. На работе каждый день манипулирует меня очень подлый человек. Если бы с плана приехать. В Дубай я приеду 7 апреля хочу. На самом деле, я хочу приехать в Дубай. Я еще сделаю рассылку, наверное, в WhatsApp, где-то этот. Я коуч, психолог, энергопрактик. Я капец, что только не разумеет. Давайте я сейчас найду зарядку, возьму. Потому что заканчивается у меня тут Energy на батарейке. И у меня есть еще Powerbank. Сейчас мы его найдем. Вот, то есть, у меня этих дипломов и сертификатов, как у друковантиков. Поэтому, кто сомневается в образовании, короче, не сомневайтесь. У меня их овер до хера хватит на 4 жизни, мне кажется. У меня их так много, что неприлично показывает, знаете. Я буду чуть-чуть, а, так, да? Так. Или сюда, а, вот, вот так. Я буду чуть-чуть наискосочек. Сейчас, подождите. Поля. И вот так, да. Предлагаю мне чуть потерпеть вот так. Потому что либо так, либо никак. Как меняется мышление. Мышление меняется либо через пиздюлины, либо через интеллект. И, если честно, я предлагаю меняться через интеллект. И поэтому приходить ко мне на коуч-сессии, приходить на психологические сессии. Короче, вы можете взять у меня, допустим, 10 сессий или 15 сессий. Там, 5 сессий, да? И мы можем с вами проработать ваши, там, психологические травмы, телесные, там, ваши травмы, да? И потом вывести тебя в будущее. Но многим хватает вот этого, там, телесного, там, проработали и они ушли, да? То есть, во-первых, некоторым дорого. Во-вторых, у некоторых открывается сознание и они не нуждаются в коучинге, да, потом. Но в какой-то момент они упираются опять в какие-то вопросы, они приходят, и мы уже начинаем сессии прям коуч просто. На манипуляции лучше никак не реагировать. Вы в каком городе? Я в Алма-Ате и в Астану я приезжаю каждый месяц. Зеленая коробочка, это Макселин, это вы где, бля, увидели? Это Макселин, где-то здесь был, да. Вот он, Макселин. Вот он. У вас, да. Как вы увидели, где, бля, зеленая коробочка? Хер узнает. Эта коробочка в кадр не попадала вроде. Вот. Поэтому вот так, да, то есть, и можно прям простроить будущее. Дело не в том, насколько вам хватит после сессии. Дело в том, как вы будете жить. Вы же к стоматологу, когда ходите, вы же не спрашиваете, через сколько. Мне на всю жизнь корейс вылечили или не на всю жизнь? Зависит, как ты будешь чистить зубы, да. То есть, вы можете чистить только те зубы, которые, ну, хотите, чтобы у вас остались, да. И здесь то же самое. Ты делаешь только то, что хочешь, чтобы у тебя не болело. Почему не могу сбросить вес? Потому что тебя еще никто не пугал. Вес, то есть, когда тебе скажут, либо ты худеешь, либо ты сдохнешь, короче, то ты пойдешь худеть. Вот, допустим, как я. Для мужчины, как бы, очень болезненная штука, когда ему говорят, что, короче, не похудеешь, у тебя стоять не будет, да. И ты, допустим, кто-то из этого страха потом худеет, мужики, да, не жрут ничего, бегают. У женщины же, у вас еще, там, видите, еще есть такая штука, нужно гормоны перевалить. Поэтому сходите лучше к эндокринологу и, короче, вы можете прийти ко мне на сессию, потом пойти к эндокринологу, потом я вам скажу, что нужно максилин пить, потом, и, короче, и вот так, вот так и везде. Потому что я к тому, чтобы начать худеть, шел для года три, наверное, или четыре. Чего нас не пугать? Чем вас не пугать? Я говорю, что у меня, ну, ладно. Вот, поэтому очень важна мотивация, потому что одно дело там поправиться, ну, как бы, хотя то же самое, да, мне кажется? От каждодневной ходьбы гормональный фон может поменять, может, но очень важно много ходить, первое, очень важно велосипед вообще, на самом деле. За максилином вы лучше мне в директ напишите, я вам скажу, под меня подпишитесь. Это же там, типа, как это, сеть, давайте я с вас хоть чуть-чуть максилина, мне бесплатно достанется. Если муж тормозит твое развитие, ограничение твое, нужно ли езжать с ним? Муж тормозит развитие, честно, вот это лучше сначала придите сами, потом пусть придет муж, и я вас, может быть, вам чем-нибудь посоветую. Женский ум, он очень странный. Это я недавно выкладывал, как бы, да, то есть, вы всегда думаете, что он абьюзер, а на самом деле абьюзеры это вы, да? И это же, ну, очень странная хрень. Почему? Потому что женщине кажется, что ее оскорбили, что-то нет, на самом деле она, блядь, забрала все одеяло, две подушки, блядь, он лежит с голой жопой на полу, а ей, она обиженная на кровати, сидит и говорит, что он абьюзер. Вот. Вот и все. Сохранить эфир? Хорошо, сохраню, обязательно. С меня прям, а то поток какой-то идет, непонятных. Это те мысли, о которых я вот просто, ну, вот думаю, да? Потом я еще буду проводить, я хочу банный тренинг сделать. Кто видел мое, этот, кто видел у меня видео про баню, сакральная баня там и так далее, я хочу свой тренинг сделать в бане прям, да? То есть, где мы почистим сначала тело и душу от энергозаторов, вот. И после этого мы потом сделаем практику банную, где ты встретишься со своей душой, где твоя душа раскроется, там очень многие выходят из тела, потом плачут, там этот, в общем, охрененная просто энергопрактика. Я давно это хотел, у меня есть один товарищ, он это делает, но я хочу сделать это немножко по-другому, потому что я другой. Знакомы с Надеждой нам? Вы похожи. Это корейцы на одну рожу все, но мы действительно похожи, да? Не похожи, мы действительно знакомы. В бане с женщинами охрененно, вообще просто там. Там, ну вот, короче, пропариваясь с человеком, и потом его в бассейне колыбелят на руках под музыку, со свечами, короче, там, ну просто, блядь. Вот, и вы меня никогда не забудете, если вы эту практику со мной пройдете. Единственное, это, ну, будет все, конечно, недешево. Потому что увидеть меня голым, ну, не голым, в смысле, топ-лис, это, за это надо платить, понимаете? Вот, но это круто. Причем, прикиньте, в воде с энергиями все участники тебя на руках держат, ты плывешь с закрытыми глазами, свечи, музыка, горучий. Купальники же есть, что вы там уверены, не уверены? Ну, короче, я возьму только богатых и уверенных женщин с собой. Других брать не будем. Вот, кто уверены в себе и богатые, приходите. Будете лежать, не втягивайте живот. Конечно, в купальнике, что вы там. Поэтому вы идете, кстати, в шикарной форме. Ну, наверное, из-за этого. Видимо, я пришел более-менее. Но я все равно со стороны смотрю, думаю, эма, какой-то жирный. Вот, но и, в общем, толстых берем, ничего страшного. Но уверенных и богатых. Если толстая, то чтобы уверенная была и богатая. На самом деле, ну, как бы всех берем, очень классно. Единственное, в хиджабах не приходите, нахрен-то, в баню бесите. Чтоб раздельный купальник был, чтоб животик было видно, пупочек хотя бы. Вот. Богатыми, уверен, женщинам это не нужно. Они уже про... Но хрена с вами, они там проработаны, если честно. Не представляю вас большим весом. Я был 125 килограмм. Сейчас я чуть-чуть меньше. Там где-то, может, надеюсь, 105. Я очень крупный мужик, если честно. Ну, достаточно крупный мужик. Вот. Поэтому. Как-то метнул свекру, чтобы искал жену, а то в нашу же слезет. Ну, никак. Может, жить отдельно будете? Высокий? Ну, я метр восемьдесят три где-то сейчас. То есть, у меня 20 килограмм точно лишних. Ну, 15 железно. То есть, мне бы 90 килограмм, и я бы хорошо. Еще чуть-чуть осталось. Килограмм пятнадцать. Десять осталось. Если мужчина толстый, значит, неполноценно занимается сексом. Это знаете, как этот? Хороший петух толстым не бывает. В деревне говорили. Но это не всегда оправдано. Но в любом случае, как бы, да. Нужно заниматься спортом, и особенно ноги. То есть, велотренажеры, сайкл, там, что-нибудь такое. Это этим нужно будет заниматься. Потому что тесостерон и здоровье молодость находятся в ногах. Это знаете, как прошел 10 километров, стоит. Не прошел 10 километров, не стоит. И поэтому после сорока все занимаются спортом. Мужики. Потому что для нас это реально ценность, да, когда стоит. Поэтому все такие спортсмены. Айронмен, думаете, что думаете, бегают они там, блядь. Носятся. Чтоб стоял хорошо. Не для фигуры. Это женщины для фигуры бегают. У меня жена казашка, да. Бывший муж весил 125 километров, по девочкам ходил. Молодец. Why not? Представляете, это не баня, это тренинг будет. То есть, это не просто баня. Я, ну, просто баня мне неинтересна. Какой смысл мне? Ну, я хреновый парильщик, но я хороший тренер. И сделать банный тренинг, это очень интересно, мне кажется. Мне 45, мне 43 застряло психологически в возрасте примерно 30. Почему? Хотя хочу расти. Но вряд ли вы в 30 застряли. Обычно застревают чуть пораньше. То есть, там, в 20, в 17. Семена укропа пейте, стоять будет хорошо. Жена казахский знает нормально. Мне нравится ваше переживание, сразу вот это попейте, там стоять будет. Семена укропа. Там в укропе виагра или что? Вот, поэтому я вот для своих друзей-коучей делал вот эту практику банную. Вы, мы видите, мы уже друг друга год знаем. Я еле как их уговорил на эту практику. И, короче, им провел. Они, ну, очень много было охрененных отзывов. Все в шоке просто. И хотят, мы еще повторим в конце марта. Теперь просят еще Некрасовские эти тоже провести. Ну, и тоже сделаю. И потом сейчас потихоньку-потихоньку на них потренируюсь. И сделаю потом такой. Уже за деньги банный тренинг нормальный. Вот. Это крупоописываешься. Просрешься, срать будешь дальше, чем видишь, да? Сколько часов? Банный тренинг я планирую, что хотя бы один день, чтобы он был. Либидо вот так нам в бане и поднимается в банном тренинге, если честно. Сколько будет стоить, я не знаю пока. И пока не считал. Очень хорошо лекарь посоветовал. Вы хоть пропорции напишите, а то я мне там сейчас напьюсь на этого укропа, бля, просрусь где-нибудь. И здесь еще не только я, еще же мужики есть, которые смотрят. от укропа стоит. Первый раз так. Ну-ка. Семена укропа, да? Надо заварить, выпить, короче. И еще настолько сделать. Семена укропа. Отзывы. Это для печени, это хрень. Семена укропа, покупать, который заказит семена укропа. Болезнь из семена укропа. Мочеполовые заболевания, спалительный процесс гипертонии, наказанно, повторяется, мочегонная спазмолитическая укропа. Ну окей. Посмотрим. Он просышься, да? Не просрешься, а так просышься. Ну посмотрим, давайте. Это знаете, как говорит, дорогой, почему у тебя такие длинные ресницы? ГТТ в детстве много плакал. Лучше бы ты в детстве много писал, да? Вот. О, подписчики. Что такое PRF? Что такое семена укропа от сдутия живота? Здесь завелся уже. Почему? Вечная финансовая дар. Конечно, завелся. Вот, мужики, вам лишь бы, чтобы стоял. Прям интересно стало. Конечно, вы делайте проработку, чтобы выросли. Конечно, делаю. ПФР на уне. Детям от газиков, а мальчикам для старика, да? Вот. И поэтому вот так. Видите, как мы начали. Все равно к сексу выводите. И все. Очень рада видеть вас. Я вас тоже очень рад видеть. Я послезавтра улетаю в этот Туалматы. Это техника похожа на вашу технику. Хрен его знает, что там, что за техника. PRF. Ну-ка, давайте курим и смен. PRF. В косметологии. PRF в косметологии. Прогрессивно-эффективно-надежная регенерация медитуры, которую используются, обогащенные тромбоцитами, стволовыми клетками. Перед началом терапии врач берет 10-20 минут. Что-то дургая, катафрень выходит. Время идет. Перед страстью не на трах. Если вы, сколько, вы обычно ложитесь спать. Я поздно ложусь в Астане. Я женщина, и мне тоже очень важно, чтобы стоял. В Шенкенте, когда планируете. В Шенкенте пока не планирую. С каким мужчиной можно жить? С любым. Также это такой же вопрос, с какой женщиной можно жить? С любой. С любой нормальной и с любым нормальным. Если сам не долбоеб, если честно, вот так. Если ты сама не ебнутая, то ты можешь прожить с любым нормальным человеком. Если мужчина то же самое, сам не ебнутый, то он может прожить с любой нормальной женщиной. Сколько вам стоит сессия как у психолога? Напишите в директ, я вам отвечу на этот вопрос. Я не хочу фиксировать цену в видео. Вот, поэтому нужно смотреть. То есть, кто, вот если ты не можешь с кем-то жить, нужно посмотреть, то ебнулся из вас двоих. Объективно. Я слышал, что для мужчины полезен томатная паста, есть ложка или намазать на хлеб, там есть полезные вещества для эрекции. Не, я, короче, знаю, что там полезно для эрекции, что нужно делать. Я уже могу научный трактат по этому поводу написать, потому что, ну, в общем, у меня есть и уролог уже несколько. И нашел своего, который нормальный. В общем, так что, ничего такого нету, когда ты об этом говоришь и, ну, проговариваешь проблемы. Тем более, когда ты их решил. Но мне тупо он объяснил, знаете, как вот там сколько-то там, в 100 граммах жира, 150 километров этих сосудиков. Да? Я говорю, и что? И вот ты настолько жирный, говорит, на хуй не хватает? И все, я пошел худеть. Пошел к эндокринологу, она сказала, у тебя повышенный женский гормон. И у меня сейчас он понизился, повысился это сестерон, и все, я сейчас, ну, почти, ну, еще чуть-чуть мне надо 10 килограмм скинуть, и я буду практически в нормальном состоянии в 30-летнем возрасте. В Астане я не знаю, уролога. Если мужчина лентяй, так сказать, можно с ним жить, сколько ему лет? Мужчине лентяй. Если ему 20, то можно. Если ему 45, то не стоит. Его мама воспитывала, и как флаг, сука, красный, передаст тебе, чтобы ты его содержала потом еще 20 ближайших лет его жизни. И чтобы сама похоронила его вместо нее. 40 лет, нахуй. То есть, если ты с ним столько знакомишься, и он не работает, то он не будет работать. Но если ты с ним уже живешь, и он какое-то время работал и перестал, то сама виновата. Скорее всего. Финансовое положение хоть как стараешься, не получается нормализовать. Вы в Астане живете? Я в Астане приезжаю в гости. Финансовое состояние формируется, особенно если прям с дна с дна, если у вас родители небогатые, формируется путем усиленного труда, либо интеллектуального, либо физического. Но лучше интеллектуального и физического. Поэтому обучать чему, смотря? Обучать практикам по энергетическим, я планирую, но, наверное, чуть позже. Практикам коучинговым мне надо самому еще доучиться. Передавать знания психологические. Мне кажется, психологических знаний очень много в Ютубе и так далее. Но я могу рассказать ремесленникам, как себя распиарить и раскрутить. Вот это, мне кажется, будет уже интересно. Как продвинуть свой бизнес хотя бы не на миллионы, но хотя бы выйти из состояния нищеты. Вот это я могу рассказать, вот это я могу человека привести к определенным результатам. Я пью воду, это обычная вода. Как я восполняю энергию? Я сейчас сплю и хожу в баню. Больше ничего не делаю. Я грубоватый, я сейчас не матерюсь практически. Я не ругаюсь. Я стал намного спокойнее, если честно. У меня, вы замечаете, какая грамотная речь стала. Кто на меня давно подписан, они, наверное, оценили. Половина, наверное, ушли, потому что привыкли, что я матюкаюсь постоянно. Оцените чистоту речи. Вы изменяли своим женщинам? Вы вопрос как ставите? Как я могу изменять всем сразу? Конечно, нет. Как вам происходит проработка? Спортом нет желания заняться? Нет. Высоцкий. Я заметил. Ну вот, видите, надрыва нет. Нерва. Раньше был нерв, как у Высоцкого. Мы говорим не ветры, а ветра. Мы говорим не штормы, а шторма. Вот раньше я такой был. Я недавно слышал у другого психолога, что через 10-15 лет больше количества людей будут болеть депрессиями. Видимо, какая-то статистическая ведется. Статистика не ведется, просто мы же смотрим, насколько разгоняется интеллект, насколько разгоняется мозг человека. И депрессий будет очень много. И поэтому я думаю, что депрессии будут приводить технологии новые. Депрессиям приводит... Вы заметите, какое количество информации мы сейчас читаем постоянно. Посмотрите, какое количество информации контентом в видеокомп-формате. Сколько этих аудиоподкастов. Мы сейчас читаем больше за год, чем раньше читал человек за всю жизнь. И поэтому... Я сейчас редко веду эфиры. И поэтому за счет нагрузки интеллектуальной это первое. Второе, вот это коллективное одиночество, это второе. И люди, которые не попадут в какое-то сообщество, где им будет интересно, они будут страдать депрессиями и все. Мы скоро все будем, должны будем выйти на верхние логические уровни. И те люди, которые не успеют на эти верхние логические уровни выйти, я думаю, что такие люди будут страдать депрессиями. Вот. Поэтому вот так. Депрессий будет много. Депрессии будут часто. И я вообще рекомендую людям, вот если не затрагивать ему денег или сколько раз надо ко мне приходить, я бы ходил бы, честно, раз в месяц. Сегодня. Поэтому вот так. Я с вами с 2019 год, да, вы изменились, не знаю, не знаю, как вы на тренинге, но там вы нервничали, резко менялись на дружескую и позитивную энергию. В общем, я встречаю вас именно тогда, когда мне это нужно узнать. Можете, совпадение, не знаю. Возможно. Вот. Были ли у вас ситуации, которые казались безвыходными, что делали, как справлялись? Ого! справлялся, да. Не всегда, но справлялся, часто, чаще справлялся. Много детей с аутизмом, да, много. Вот. Поэтому мир, современный мир и будущий мир нам несет больше информативной, больше информации, больше. И поэтому депрессии будут. К регрессии, нормально, не всем это надо, но мне кажется, делать регрессию ради регрессии смысла никакого нет. Но если есть прям запрос регрессивный, то почему бы нет? Паранойя это называется. Как называется болезнь, если мужчина следит за женщиной социальной сети, время входа-выхода? Паранойя. До войны даже не представляла что такое депрессия. До войны они, бля, выжили, спасибо. Вы посмотрите, был голодомор, какая нахрен депрессия, бля, ты либо умер, тогда все в депрессии были, поэтому жили 40 лет. Ну, то есть, нужно же правильно относиться к прошлому. Вы посмотрите на проституток 80-х годов хотя бы, или 60-х годов. Это вот есть в Ютубе, забейте там, в этом, в Чикагской картотеке там какие-то, это же капец, им по 60 лет как будто, а им там 18, 20 лет, 25 лет этим. Поэтому вот так. У нас сейчас война. Вот война, смотрите, война уже, вы из Украины, наверное, да? Война идет год, да, и вот эти депрессии, вот эти стрессы, которые вы переживаете сейчас, они, когда, они будут начнут всплывать, когда война закончится. Им понадобится очень много этих психологов, для того, чтобы реабилитировать людей из состояния войны в состояние мира. и это большой такой процесс, который будет происходить в головах, в умах и в сознании людей. На самом деле, то, что происходит, это полная дичь, насколько я понимаю, я, ну, никаким образом не поддерживаю вот эти вот вторжения, поэтому я надеюсь, что Украина вылезет из этого, из этой ситуации конфликтной и станет еще сильнее, еще красивее. И те жертвы, которые идут сейчас, я надеюсь, что они будут, ну, как-то, не то, что поправданы, ну, короче, сопереживаем. Как вы проводите проработку? Это лучше в Ютубе посмотрите, руки немеют, человек это тошнит, его рвет, то есть там. Почему мы выглядим моложе? Мы выглядим моложе, потому что мы, уровень жизни вырос, вы не ходите за водой, там, блядь, там, я когда, ну, мы когда в деревне росли, я таскал воду ведрами и сразу, сука, в очков этот, да, на улице. В минус 30 мы одевал сверху тулуп на голое тело, залазил в калоши и бежал, блядь, а калоши были стеклянные от холода, да, бежал в туалет этот, блядь, в скворечник и срал в дырку, то есть, это было начало моего жизненного пути, да, это я так столкнулся с миром и с фекалиями, да, потом уже, сейчас мы ходим, ну, у нас цивилизация, мы гадим в унитазе, мы смываем, мы подмываемся, мы едим, еду лучше, еда лучше стала, одеваться мы стали лучше, поэтому мы, 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 выглядим лучше, мы к косметологу ходим, на массажи, там, скульптурный массаж лица, в баньки ходим, да, там, нас там парят, на массаж тела ходим, там, антицеллюлитные, там, потом, лимфодренажные, там, какие, конечно, мы выглядим лучше, жить будем дольше, медицина подтянулась, раньше, в лекарстве, в мое детство, кроме зеленки, нихера не было, а остальное, что зеленкой нельзя замазать, само пройдет, поэтому, мы выглядим, помогать отцу финансов, это правильно, если он поставил на себе, социальный крест туда, если он еще сам зарабатывает, то нет, даже вот сейчас, вы же собираетесь, там, тои, и посмотрите, ауда, когда приезжают люди, твои ровесники, ну, это же просто шок, если честно, в последнее время, ко мне стали приходить мужчины, я там, ага, ага, там, туда-сюда, я думаю, ему лет 60, а потом спрашиваю вам, сколько лет, ему, блядь, 41, он младше меня на 4 года, да, как называется препарат, напишите мне в директ, я вам напишу, где его купить, вот так, так думаю я, почему сейчас каждый второй ребенок с задержкой речи, потому что каждая вторая мама пиздит всякие нехорошие вещи про отца ребенка, это если психосоматически к этому подходить, если вы спрашиваете про психосоматику, то психосоматика ЗПР, это тогда, когда мама плохо говорит об отце ребенка, вряд ли вам ответ понравится, но он, к сожалению, таков, вообще, если честно, я раньше смотрел только же женскую сторону, да, насколько женщины ненавидят мужчин, но я не знал, что много мужчин, которые ненавидят женщин, да, и меня это очень сильно удивило, и позабавило, почему, потому что очень много деструктивных установок у мужчин про женщин, вот, как причина психологии, через собственную депрессию, когда мне помогли проработать меня, когда я почувствовал результат на себе, я захотел этот результат передавать людям, и все, ЗОП это непроявленное творчество, то есть человеку нужно включить творчество в работу, в жизнь, и тогда откроется все. А импотенция может быть из-за того, что мама ненавидела бледного отца, если она как-то укорила сына и сказала, так не делай, как папа, он, скорее всего, просто изменять не будет, но с женой-то он сможет, из любого нормального мужика можно сделать импотенция, унижая его в постели, сказать, что у тебя там маленький, ты там еще что-то, ты там, я слышал даже фразу такую, там, некоторые женщины делают, типа, я ноги брею дольше, чем ты трахаешься, да, и, короче, и все, и, блядь, просто отбивает все, и поэтому нельзя мужчину унижать в постели, вообще нельзя унижать, а в сексе тем более, да, и любого мужчину, которому за 40, там, 40 плюс, 35 плюс, 30 плюс, да, то есть, его можно довести просто до импотенции, своим неуважением, и оскорблениями в постели, любого, и, ну, как бы, так же, как и женщину, да, женщину еще легче там зачмырить вообще, то есть, а мужчину вот именно вот это самое такое слабое место, где его можно уязвить, уязвимое самое, варикоз может быть от того, что ты долго не принимаешь решения, то есть, это люди, которые хотят развестись, и не разводятся, они 40, 20 лет хотят с работы уйти, и не увольняются, то есть, ну, такое, застойные какие-то действия, которые не совершают, хочу, но не делаю больше 10 лет, вот вам варикоз, understand? Вот такие дела, други мои, я думаю, пора завершать нашу беседу, мне очень было интересно с вами беседовать, я поговорил и сделал как будто свою душу вам, и вы ее поддержали, вот, поэтому, коксартроз тазобедренного сустава, что это по психозоматике, это идите, найдите травматолога, и просто поменять тазобедренный сустав, не мучайтесь, будете нормально ходить, операция относительно несложная, просто страшно звучит, поменять тазобедренный сустав, и в Алма-Ате есть такой, в 6-й поликлинике, есть такой чу-чу-ло, найдите его, и сделайте операцию, вот, вот и все, друзья, большое вам спасибо, мы поговорили с вами о воспитании детей, о плюсах и минусах, богатых и бедных людей, в кавычках, и поговорили просто о жизни, благодарю за инсайты, пожалуйста, а если вы, если выпиваю пиво холодное и ангина, значит вы не пейте пиво холодное, большое вам спасибо, друзья, всех люблю, пока-пока, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-